Кадыров устроил там бутафорный съезд, на котором он не собирался снова баллотироваться в главы республики, и вот на этом бутафорном съезде собрались представители чеченцев, всех там и за пределами живущих, и все попросили его дружно снова подать свою кандидатуру, и тогда уже согласившись, так как он не мог отказать. Томсо, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что провозглашение Эмирата Кавказа было не по шариату и что он нелегитимный? Перефразируй свой вопрос, давай мы его поставим по-другому. Почему я считаю, что это была ошибка? Я здесь не буду говорить, что это было ли это по шариату или нет, легитимно это или нет, не в этом вопрос. Вопрос в том, было ли это правильно, то есть была это ошибка или нет. В этом вопросе здесь не может быть двух мнений. Я придерживаюсь того, что это однозначно было ошибкой. И то, что мы сегодня имеем, то, к чему в итоге вся эта тема пришла, это как раз доказательство того, что это было сделано ошибочно. Не само, вы не понимаете, вот там есть целая череда действий. Сначала объявление нового какого-то государственного образования. Потом дальнейшие действия, которые были направлены не на то, чтобы легализовать государственное образование, а на то, чтобы наоборот привести это образование в организацию, а затем уже эту организацию представить террористическое во всем мире. Поэтому там не просто одна ошибка, там очень много, это череда целых ошибок, которые привели к упадку. И вообще нам нужно понимать, что все то, что не приводит к успеху, все то, что не приводит к успеху, это результат каких-то ошибок. Ведь мы с вами, люди верующие, должны быть убеждены в том, что если мы с вами имели правильные намерения и предпринимали правильные действия, Аллах не может нам не даровать успеха. Мы же с этим все согласны, Аллах нам это гарантирует. Поэтому если мы с вами где-то потерпели неудачу, значит, либо были проблемы с нашими намерениями, либо были проблемы в наших действиях. У меня нет сомнений в намерениях, но я убежден в том, что действия были неправильные и у них, и у нас тоже. То есть то, что мы сегодня имеем, оккупированное государство, то положение, в котором мы с вами находимся, это тоже результат ошибок. Это не значит, что только они сделали, а мы не делали. Мы тоже с вами делали ошибки. Мы с вами, я не имею в виду сейчас конкретно вот общающихся нас с вами, а я имею в виду в целом как народ, как сторонники государственности, мы тоже с вами совершили ряд ошибок, из-за которых Аллах не даровал нам успеха. Это надо понимать. И если мы с вами эти ошибки не обнаружим, их не определим, и их не исправим, если мы в дальнейшем с вами опять будем совершать эти ошибки, нет сомнений в том, что Аллах не дарует нам успех. Неудача была, потому что мы не очистили свои ряды от лицемеров. Это относительно того, что мы оказались в оккупации. Ну, одна из причин может быть. Но я думаю, что нет, основная ошибка не в этом. Основные ошибки совершенно в других вещах. Обесценивание крови, я думаю, первая ошибка, которую не прощает Всевышний Аллах, это обесценивание крови. Слишком легко относились к крови. И я бы не хотел вдаваться в подробности. Это все-таки наш такой внутренний, внутричеченский вопрос, который мы... Для этого я создал отдельный канал, на котором мы будем вещать на чеченском языке. Я предлагаю подобного рода разговоры переносить туда. Наши какие-то внутренние вопросы, наши внутренние ошибки, мы их будем обсуждать внутри своего народа. Нам не нужно об этом говорить на какую-то широкую аудиторию, тем самым радуя наших врагов, которые говорят на русском языке и слушают внимательно наши разговоры. Выходит, что Аллах не допустил вашей независимости, тогда, может, не надо говорить, иншаллах, будем свободными, и все в этом роде. Наоборот, надо. Надо уповать на Аллаха. Свобода — это то, что гарантировано нам. Также это наша фитра, понимаете? Это то, к чему стремится любой человек, любое общество, государство, оно обязано, должно стремиться к свободе. Поэтому достижение этой свободы — это результат каких-то действий. Действия должны быть с правильными намерениями, и сами действия должны соответствовать исламу. Мы не можем с вами... Вот одно из этих, если мы с вами теряем, то все это однозначно неудача. Поэтому, когда наши с вами намерения были искренними, и действия были правильными, Аллах даровал нам победу. Когда наши намерения были искренними, я считаю, да, так, я не посягаю на намерения, я считаю, что они второй раз у нас были искренними, но действия были неправильными, Аллах не дал нам победы. Это пример этому есть в Сирии посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, битва при Охуде. Если кто не читал об этом, не знает, почитайте об этой битве. Это вот тоже пример того, когда намерения были абсолютно искренними, однако была совершена ошибка. И из-за этой ошибки мусульмане тогда потерпели поражение. Затем они исправили то, в чем ошиблись, и Аллах даровал им победу. Понимаете? Вот наша с вами задача сделать то же самое. Мы должны свои ошибки осознать и их исправить, если мы в состоянии, если можно их исправить. Если же это не те ошибки, которые можно исправить, то хотя бы мы, чтобы мы их не совершали в будущем. К сожалению, я сейчас, насколько я могу судить, так как я веду эту общественную деятельность, я вижу, что многие не понимают даже, они не понимают, что положение, в котором мы с вами оказались, это результат наших ошибок, они этого не понимают. И они даже говорят о многих вещах, не как о ошибках, пытаются эти ошибки преподнести нечто чем-то правильным. Но было бы это все правильным, Аллах бы нас поддержал, Аллах бы даровал нам победу. Насчет лишения статуса беженца во Франции человека, который был на конференции у Кафырова. Кстати говоря, я перепроверил эту информацию. Здесь речь идет о Али Бажаеве. Это житель Франции, города Ницца. Когда в прошлом, по-моему, или позапрошлом году это было, Кадыров устроил там бутафорный съезд, на котором он не собирался снова баллотироваться в главы республики. И вот на этом бутафорном съезде собрались представители чеченцев, всех там и за пределами живущих, и все попросили его дружно снова подать свою кандидатуру. И тогда уже согласившись, так как он не мог отказать всему чеченскому народу, он типа согласился, значит, и снова Путину предложил себя. И вот для этого спектакля были выбраны определенные люди, которые из Европы тоже приехали туда, и это подавалось под таким соусом, типа это вот представители Швейцарии, Австралии, понимаете? И вот Бажаев, это был такой человек, который типа от Франции, представитель якобы чеченцев Франции. И после этого, позавчера, по-моему, прошла информация, что его лишили статуса беженца, я перепроверил эту информацию, да, это правда, его лишили, но там есть определенная процедура, он, скорее всего, разумеется, обжалует это решение, то есть это не значит, что теперь уже все окончательно, его сейчас депортируют, вышвырнут. Еще нет, у него есть определенные механизмы, он будет обжаловать, дело будет передано в суд, суд уже будет решать, правильно ли его там лишили или нет, поэтому пока, ну, это, конечно, очень хорошая новость, безусловно, мы этому рады, но пока еще ожидать его в Чечне не стоит. Также была информация, что он попал в больницу, инсульт, но здесь я не буду комментировать, как бы насчет связи этих, это отдельная тема его здоровья, меня эти вещи не интересуют, в этом плане я абсолютно не злорадствую, а вот в теме того, что его лишили статуса, этому я очень рад, и я надеюсь, что он скоро отправится под крыло к Кадырову, которого он просил снова баллотироваться в главу республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok